Толстого? Ну там уже кто-то живёт? Нет, никто не живёт. Пожалуйста, вы представите. Пансионат должен быть как для места водоотдыха, правильно? Да. Где здесь уст отдыхающие? На 42 человека решили. На 42 человека. Где они? Ну, сегодня временно приостановлено открытие, то есть за отсутствие финансирования. И когда приостановились? А то, что когда люди приезжают время от времени на вертолёте, прилетают и живут там, что это кто? Что за люди? Растроители? Нет, господин Савельсович. А кто? Приезжали преступители. Правильно. На вертолёте они прилетают и живут время от времени. Пансионат, который не настроен. И мы увидели несколько раз, вертолёт приземляется, выходит человек. Обманывают нас не имеют права. Хорошо, вот я не хочу, чтобы вы меня обманывали. Просто прилетает в вертолёт, выходит человек. Говорят, очень богатый человек из Киева. И там живёт. И он говорит, что это пансионат. Поэтому я пришёл, если пансионат, то пансионат людей пусть должны пускать, а здравниться. Там люди отдыхают. Но для людей он не организовывает 4 года. В следующие 40 лет, наверное, то же самое будет. Давайте сейчас поедём на пляж. Сколько это? Пойдём, что он не организовывает. Посмотрим сверху, что там происходит. Потому что мы открывали пляжи, какие-то там маленькие заграждения. А тут бетонные. Маленькие заграждения открывать легко. Так что как обратно говорится, бетонные. Никто не трогает все эти годы. Сколько? 4 года. Да, минимум. Я вам скажу, что будет. Сейчас мы это напишем. Они пойдут в суд. Оспорят, что это не пляж. Это будет стоить 20 тысяч или 10 тысяч. И суд скажет, что это не пляж. Что это космодром. Это всё, мы знаем, как это. Я же сказал, что мы обеспечим, предписываем. Пусть указывает срок, там, 10, сколько дней мы сделаем и выполним. Сейчас мы находимся на гостей зоны. Какие действия? Почему вы говорите? Сейчас люди, сейчас сто тысяч украинцев и гостей находятся в Одессе. Никаких 10 дней у нас. Мы в середине июля. Мы должны, эти люди сходят. Я часто тут катаюсь. Я был тут, кстати, со своим сыном 9 лет. Мы хотели очень пройти по пляжу, пляж закрыт. Я бы хотел узнать, почему пляж закрыт. Вы мне говорите, что там нет пляжа. Пляж не организован. Там есть пляж. Мы организуем, не волнуйтесь. Мы организуем, не волнуйтесь. Вы не переживайте за организацию пляжа. Мы организуем проход пляжа. Мы вот волонтерам придём, причастим, уберём. Мы организуем всё. Что за это не организован? Из-за неорганизованного пляжа закрыт. Основная артерия закрыта в Одессе уже 4 года. Как вы говорите? Основные говорят 7 лет, 8 лет. Каким образом это возможно? В Одессе везде люди выросли, целое поколение, которые ходили по пляжу. Потом какие как ваши застройщики, я не говорю, что вы. Пришли и решили, что у них миллиард, и они могут лишить миллион человек доступа к морю. Они просто, я не знаю, у этих людей совести ещё нет, это понятно. Но просто элементарной прагматикой, почему у них нет. Если человек миллиард заработал, почему он не соображает, что люди будут каждый день его проклинать? Каждый день. Что он это демонстрирует, что он себя гражданам? Что я выше вас, я спонтан, я такой крутой, а вы кто? Мусор, вы никто, да? Миллион человек, и я буду на Вильтараде приземляться, развлекаться, а вы ходите обханную пути, потому что вы обычные. Я не говорю, что мы должны это взломать. Но у вас есть ключ, вы можете это открыть. Или вы сейчас это открываете, или приводите, приводите. В бульдозере, или вы сейчас откроете. В бульдозере что-то, давайте. Пожалуйста, хотите сломать, это ваше, вы задушаете закон. Или вы сейчас открываете добровольно, или сейчас в бульдозере это злобая. Бульдозере, не надо. Я обеспечу, я гарант законности в этой области. Я, как глава УДА, сейчас обеспечу законность, чтобы одесситы проходили через этот пляж, чтобы одесситы имели доступ на территорию. Или вы сейчас это открываете добровольно, или бульдозере это сейчас откроет для людей. Прием, пожалуйста, выбирайте. Молодец, Миша! Молодец! Миша! Молодец! Миша! Умница! Из-за тебя все! Все патриоты станут! Благодаря тебе, Миша! Пожалуйста, пойдем направо. Где-то один человек решил для себя прихватить такое место Моля. Эту стену надо сносить. Сейчас? Не сейчас. Посмотрим сейчас. Эту надо сносить, а сейчас пойдем. Или, может, сейчас посмотрим сейчас. Изучим второй вопрос. Благодаря тебе. У translation. Голос, век. У меня тут есть, отец телескризис. У нас есть? Хахахахахахаха. Я не могу говорю, что это надо. Сейчас я хочу посмотреть. Моя льuri хочет. Какое количество? Объединение нужно, чтобы я не спешить, У нас на одном, и я могу ранее. На крыше вот этой конструкции незаконной вот эти штуки валяются в большом количестве. Что это? Что это? Вот, пожалуйста, показайте, что. Приведите, составьте медицина, приведите, состоите. Быстро. Пусть они зайдут и посмотрят, что это со мной. И на этого хозяина, который на вытажете здесь летает. Или кто это посыпал. Опечатайте, опечатайте это все. И составьте акт, что здесь происходит. Эта стена представляет незамедлительную угрозу для людей. Это через 10 дней. Каждый день может какой-то ребенок туда залезть. Или там не ребенок. В принципе, залезть легко. И на всю жизнь увечья получить или вообще что-то еще хуже. Никто не трогал владельца, потому что он миллиардер. А все остальные, которые здесь решались, Они обычные маленькие чиновники на откупе у миллиардера. Он им подкидывал по... Я не знаю там, сколько он им давал. Чтобы на это закрывали глаза. Вот так смотрели. И кричали, что это строительное сооружение, строительство идет. Вертолет прилетал. Говорят, строители прилетают. Все. Миллиардер, не миллиардер. Все граждане Одессины и Украины, и вообще, которые сюда приезжают, все равны перед законом. Нужно применять бульдозы для закона. Не сможем сегодня снести. Завтра проведем дорогу и снесем завтра. Но нельзя сюда... Надо сейчас окружить это в линии и сказать, что сюда подходить нельзя пока не снесут. Все очень просто. Это место преступления. Обычное место преступления. То, что здесь происходит. Сегодня проводим дорогу. И огородите. Потому что, может быть, просто люди могут погибнуть. Огородите. Потому что эти бутылки нельзя оставлять. Это немедленно надо ликвидировать. Проведите до завтра дорогу. Завтра оттуда с другой стороны подойдите и снимите этот забор. Никаких десять дней двух недель. Десять дней двух недель сметельная угроза для людей. Еще что. И уголовное дело нужно возбудить по созданию угрозы жизни здоровых людей. Вот этими собственными. Все. Я даю команду. Дойдите до конца на эту технику. Мы вам выделим любое средство. Привезите технику. Проведите дорогу. Сейчас надо отцепить, чтобы люди не лезли и не поранились. И пока это не снимут. Это источник повышенной опасности. В этой системе со своими стеклами. Не говоря уже надо нарушать закон. Сейчас мы должны все опечатать вокруг. Завести уголовное дело за эти стекла. Во-первых. Во-вторых. Наверное другие еще там вопросы есть. Еще нарушение. И потом мы приведем технику. Как можно быстрее. И будем сносить. Никаких десять дней двух недель. Десять дней двух недель я знаю именно для чего нужно. Чтобы зубы заговаривать. А завтра может там человек убить. Так что давайте пусть разносится. Мы обеспечим оцепление. Обеспечим личный состав для того чтобы создать там безопасные проходы. Сразу за забором. Поставим там ворота открытые навсегда. Только на ночь. Подожди. На ночь будете закрыть? На ночь закрывать. Вы что? Продолжайте издеваться. Я не издеваюсь. Здесь убили человека. Надо у этого человека взять показания во-первых. Здесь убили человека. Убьют человека во-первых. Я знаю где убили человека. Не вам обеспечивать и вашему миллиардеру общественную безопасность. Его безопасность. Меня мало колышет. И мало волнует. Я знаю что вы мне рассказываете сейчас. Вы что будете закрывать и собаками ходить? Нет. Возьмите у него показания. Потому что он здесь. На его глазах могут убить людей здесь. Возьмите у него показания по закону. И его хозяина вызовите кстати на допрос. Это у миллиардера. Пусть на вертолете хоть прилетает. Эти стены будут убраны. Они не смогут. Эти собаки будут убраны. Или сданы приют для собак. А люди которые эти стекла будут сданы в тюрьму. Что непонятно? Я. Пожалуйста выставить наряд чтобы они не закрывали эти двери. Здесь место преступления. Приятная нарушение. Поехали. Пойхали. Я. 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 Продолжение следует...